В настоящее время краевые власти уделяют огромное внимание поддержке малого и среднего бизнеса, который в перспективе должен стать локомотивом экономики Ставрополья. Однако, пока всё не так хорошо, как хотелось бы. К примеру, начинающие предприниматели сталкиваются с дефицитом коммерческих помещений, которые сдаются в аренду не по заоблачным ценам и расположены в нормальных местах. Решить эту проблему поможет недвижимость, которая принадлежит государству и простаивает без дела. Осуществлением таких сделок на Ставрополье занимаются государственные предприятия «Ставкраимущество». В настоящее время в хозяйственном ведении предприятия находятся 35 объектов общей площадью 4500 квадратных метров. По информации, полученной от органов исполнительной власти, в собственности Ставропольского края находятся больше 200 объектов недвижимости общей площадью свыше 90 тысяч квадратных метров, которые на данный момент не эксплуатируются, находятся в стадии консервации или не завершены строительства. Учреждение образовалось совсем недавно, в апреле этого года. Оно находится в ведомственном подчинении Министерства имущественных отношений края и занимается управлением, эксплуатацией и содержанием объектов недвижимого имущества, принадлежащих региону и переданных предприятию в хозяйственное ведение. Таких, как вот это здание площадью 14 тысяч квадратных метров, которое уже давно простаивает без дела. Для начала мы будем производить осмотр этого объекта, разыскивать техническую документацию, запрашивать всю имеющуюся о нем информацию. Затем будем подбирать оптимальные варианты использования. Если это восстановление, то будет производиться экспертиза, состояние здания, расчет стоимости восстановительного ремонта. Такие сделки помогут не только развитию малого и среднего бизнеса, но и будут способствовать пополнению краевого бюджета. Будут разыскиваться инвесторы, чтобы они участвовали в работах по восстановлению этого здания и затем получали прибыль и часть прибыли получала став крае имущества как участник инвестиционного проекта. Став крае имущества будет заниматься организацией и проведением конкурсов и акционов на право заключения договоров аренды, а также разрабатывать проекты повышения эффективности использования недвижимости. Впрочем, поскольку предприятие появилось относительно недавно, главные задачи в ближайшем будущем будут гораздо проще. Задачи на ближайшее время первостепенные – это как раз обследование этих объектов недвижимости, которые никак не эксплуатируются, простаивают и разрушаются. Далее мы выполняем укрупненный расчет стоимости строительства или восстановления этих объектов и затем поиск для них оптимальных вариантов использования. Пока на предприятии работает всего восемь человек, однако в дальнейшем штат планируется расширить. Так как передача объектов будет осуществляться постепенно, поэтапно, также поэтапно будет увеличиваться и штат, организация, но все в разумных пределах. Сейчас у нас упор делается на подбор специалистов именно со строительным образованием, которые компетентны в этих вопросах, которые могут обследовать эти объекты недвижимости, выполнять расчеты. Далее по мере необходимости будут набираться новые специалисты.